Взрослые подростки Взрослые подростки Все живут не самостоятельно Работу меняют по 300 раз Они вообще не работают Все ищут себя Вот такие вот плохие и нехорошие Собственно, что говорит о поколении Y Как говорят о поколении Y-исследователей Это в основном синдром Питера Пэна Они называют в качестве основного Кто-нибудь слышал о нем? Да? Вы слышали? Синдром Питера Пэна Ну понятно, что Питер Пэн литературный герой Мальчик, который не желает взрослеть Живет на волшебном острове Без возвращаться у него нет никакого желания В обычный мир Встраиваться в общество он не желает Вот, собственно, это основной признак поколения Y Знаменитая статья, которую много раз перепостили Сделали ей разные названия Одно из названий популярных От чего плачут 25-летние Это вот статья Тима Урбана Впервые она была опубликована на ресурсе Wait by Dwight Room Ну, то есть, подожди, ну почему Так хорошее название сайта Вот И там он говорил как раз Вот так называемых Япи или Юпи Вот этих вот поколений Y Young Urban Professional То бишь, молодые городские профессионалы Это люди инфантильные И мало того, с завышенными ожиданиями То есть, почему поколение Y Все время Они не устраиваются на работу Или фрилансят Или работают там Сначала нормально Потом вдруг уезжают в Индию Работают доншифтерами В смысле, не работают доншифтерами А ведут такой образ жизни Почему? Почему они так долго ищут себя? Из-за завышенных ожиданий от реальности То есть, если предыдущее поколение, поколение X Очень много вкладывало в свой материальный достаток Это было их способом проявиться в обществе То есть, у тебя много денег, ты крутой То для поколения Y это уже не столь актуально То есть, для них актуально именно заниматься делом Которое является делом всей жизни Не просто делом всей жизни, а самовыражением Вот, свобода самовыражения Это для них самое главное Но негативные спектры этого какие? Что человек мыкается очень долго И пытается встроиться в общество При том, что он предыдущему поколению Которое сейчас властвует на рабочих местах Поколению X, не подходит В том плане, что он карьерно ориентирован Совсем по-другому То есть, если человек из поколения Y Приходит устраиваться на работу Он спрашивает у компании А что вы можете мне предложить? Не я вам, я такой хороший, возьмите меня А что вы мне можете предложить? А если вы не предложите, я уйду Собственно, много еще Вот, собственно, из этой статьи Замечательные скриншоты Поколение Y, его еще можно называть Y, инфантильное Их основные признаки Вот навязчивая всех на зубах клиповое мышление Скажем Информация воспринимается порциями Нужно разбивать информацию Побольше картинок Иначе мост переключается Все, надоело, неинтересно Это негативный признак Собственно, почему? Потому что снижены аналитические способности А если снижены аналитические способности То человек может оказаться Жертвой информационной войны Ну, мы живем в условиях информационного взрыва На нас каждый день валятся Десятки, сотни, тысячи новостей Вот И при отсутствии навыков анализирования информации Мы попадаем в такой интеллектуальный капкан То есть мы можем поверить Черт и чему Не всмотревшись Вот, далее Вот те самые завышенные ожидания Как я уже сказала Больше не буду Значит, потом Значит, следующий Синдром недоучек Это я мало знаю Но все равно попробую Да Растущие любительства Во всех профессиональных сферах То есть человек При отсутствии Хороших аналитических способностей При отсутствии Средоточения на информации Все равно желает уже Как-то реализовываться Что-то пробовать И вот он вот так вот Скачет по верхам Вот Потом, значит Следующий синдром Ну, вот Питера Пэна Нежелание брать на себя ответственность Из-за чего разрушается Институт семьи, например Да Взрослые и подростки Не хотят заводить семью В общепринятом плане Ну, по крайней мере После 30 где-нибудь Ну, там, 28 крайний срок Да Самый ранний А почему? Ну, я хочу самореализоваться Я хочу карьеру Я хочу пожить Там, попутешествовать Еще что-нибудь В зависимости от того Что ему позволяет Да Его достаток материальный Вот И все это, конечно Не приводит в восторг поколения Икс Родительское поколение Потому что Они хотят, так сказать Продолжение рода Бессмертия своего Идентического И так далее Вот Следующий момент Неумение общаться А точнее Ухудшение Традиционных Коммуникативных навыков У нас Дистанционные Способы связи Которые нам дал интернет И из-за этого Мы очень сильно Взаимодействуем Со своими социальными сетями И Немножко теряем Навыки Традиционной коммуникации Традиционного общения Вот И последнее То есть Это, кстати Вот интересно Этот вопрос Если кто-то был у нас На апрельском мастер-классе Ксении Лукичевой Редактор Эдми Она затронул этот вопрос В условиях информационного взрыва Самая непосредственная реакция мозга Это эмоциональная Вот То есть мы эмоционально реагируем На информацию Что это приводит? Это приводит к эмоциональной раскачке Вот То есть Еще гендерная граница Из этого стирается Вот Это, кстати, вопрос Для отдельной лекции Вот Поэтому я его тоже не буду сильно касаться Но вот это как один из признаков Именно поколения Вот, собственно Список того Что мы сейчас имеем И за что нас ругают родители Бабушки и дедушки А также более старшие коллеги Которые психологически принадлежат поколению Х Что с этим совсем делать? Ну, собственно Как Поколение Y Это не так страшно На самом деле То есть Как чертом илюют Это не так страшно И все эти признаки Негативные Можно рассмотреть С позитивной стороны То есть Любое поколение Приносит что-то новое И далее Мы на конкретном Частном примере Рассмотрим Что именно Каким образом Собственно Можно наблюдать Существование поколения Y И на массовой культуре То есть Поколение Y Оно может и обладает Семь этими недостатками Но на этих недостатках Уже индустрия Очень хорошо научилась Зарабатывать Поэтому Мы видим В последние Получается Уже 15 лет С начала 2000-х И даже С конца 90-х Бум Подростковые литературы В частности И Всех Фильмов Книг Компьютерных игр Всей Индустрии Направлены на категорию Янка Далк То бишь Молодой взрослый Это от 12-14 лет И до Как мы сказали До 30-ти и дальше В зависимости от того Как себя человек ощущает Насколько долго он себя ощущает Взрослым подросткам Ну вот И коснемся Конечно Литературы Вот Бум подростковой литературы Длится с конца 90-х Сначала на западах Сначала на западе Потом у нас Стали популярными Книги о Гарри Поттере Ну это называют Многие первой ласточкой Потом Понеслось дальше Вот вы видите Да Я привела только Самые такие Примеры популярные Да Гарри Поттер Игра Эндера Голодные игры Вот То есть индустрия Построенная На книгах Которые направлены На эту аудиторию И на фильмах Собственно Литература Обладает одним признаком Ну кстати Кинематограф Тоже на меньшей степени Литература Помимо Развлекательные функции Имеет еще Все-таки Какую-то В общем Они все время Пытаются впихнуть На какие-то еще Нематериальные ценности Да Духовные ценности Ну Хорошая литература Без этого не может Никак К сожалению Или к счастью Не знаю Вот Собственно А какие же ценности Спрятаны в новейшей Литературе Янг и Далт Если мы Вот сейчас сказали Какое-то ужасное Там бездуховное поколение Не знающее Как себя найти в жизни И Кто Тот человек Который Попробовал Не просто заговорить С молодежью На одном языке А Возглавить Хаос Так сказать И Структурировать его В какую-то форму Вот Собственно Вот Кстати Этот слайд Это литература Которая В России Тоже развивается Янг и Далг Подростковая литература Если хотите Можете Запомнить название И посмотреть Что у нас Вот Так вернемся Значит Вот К этому человеку Пример Я взяла Из Американской Новейшей Литературы Потому что К сожалению На нашей почве Пока Такой персоны Нет Мы как всегда Чуть-чуть Отстаем Но я думаю В скором времени Она появится Потому что Процесс к этому Идет Вот Собственно Это Джон Грин Человек Который родился В 1977 Году В штате Индиана США Вот Тут я Приведу цитату Другого Своего Любимого Писателя Среди 20 века Гений Это тот Кто гениально Выбирает И угадывает Если мы Если по поводу Литературы Которую Производит Джон Грин Можно спорить Гениально Это или Не гениально Хорошо Или это Просто Книжки Для подростков То вот Что касается Гениально Выбирать И угадывать Джон Грин Собственно Один из Представителей В мировом Сообществе Которому Это удается Прекрасно Как именно Кто он такой Писатель Написал За 10 лет 5 книг Сейчас у нас Переведены уже 4 на русский язык Вот здесь Вот я 3 Самые популярные Вывела на экран 5 книг За 10 лет Это вообще-то Очень медленно Для популярного Писателя Даже ужасно Медленно Кто он еще Популярный Видеоблогер Популяризатор Науки В том числе Историк По образованию И его Видео Включают Сейчас В школьную Университетскую Программу В США Еще его Наверное Можно называть Я его называю Лучшим СММ менеджером Планеты То есть Он активно Ведет аккаунты Во многих Социальных сетях Тамблер Твиттер Фейсбук Инстаграм Ютуб Конечно И в каждой Социальной сети У него Примерно 2 миллиона Подписчиков Вот Собственно Как у него Это получается Как-то мало По малу Началось Все С ерунды Прямо Совсем С ерунды То есть Случилось так Что Джон Грин Написал Свою первую книгу Сразу же Стал Сразу же Получил премию Нью-Йорк Таймс За лучший бестселлер Потом он еще Другие премии Получал Ну и Молодой писатель Вот так вот Сразу выстрелился С первой книгой И остался Непонятно Как бы это случайно Получилось Или не случайно Что с этим делать Может быть я Не имею права На самом деле Вот А его в то время В 2007 Далеком году Занимали Совсем другие проблемы Его занимали Например Конкретная проблема Того что он Мало общается Со своим братом Хэнком Они жили в разных штатах И перезванивались Раз в полгода На день рождения Что они сделали Они сделали Видеопроект То есть Они назвали это Братство 2.0 Вот И с этого Конечно Начался Канал Вот Велог Бразерс Они Затеяли Некий челлендж То есть Они записывали Каждый вторник И каждую пятницу Видео Где рассказывали Друг другу Как у них дела При этом Им нельзя было Переписываться В социальных сетях Нельзя было Перезваниваться Ничего Вот так вот Они общались Вот И Был момент Если видео Вышло за 4 минуты Или Если видео Было записано Не вовремя То Соответственно Появлялось Штрафное задание Которое надо было Выполнить на камеру Ну это были Всякие дурацкие задания Вроде как Там Побрить себе щеки Полосными для депиляции Там Что-нибудь в этом роде Вот Или там Напиться Мерзким дешевым вином Которое упоминалось В книге Джона Грилла Вот Вот так вот Братья дразнили Друг друга Примерно год То есть Это был проект На 365 дней Рассчитанный И В процессе Собственно Вокруг них Собралась Довольно большая Аудитория Ну на тот момент 2007-2008 Это было Несколько десятков тысяч Прилично Вот И Они решили Что с этим Нужно что-то сделать То есть В процессе Работы Со своей аудиторией Они решили Что их аудитория Блога Стихийная В принципе Не подконтрольная Ну человек Захотел Посмотрел Видос Захотел Нет Их силу Надо применить На что-то Полезное Вот И тогда Они придумали Такую вещь Как нердфайтерия Вот Кто такие Нердфайтеры Ну это составлено Из двух слов Слово Нерд Вы знаете Человек Который Очень сильно Чем-то увлечен Причем Это часто могут быть Книги Комиксы Компьютерные игры Наука Кстати Экология Все что угодно А файтер Ну понятно Боец Достаточно Опасно Называть Файтерами Большую Неподконтрольную Тебе Аудиторию Но Как бы Братья С этим Справились Неплохо То есть Они не позиционировали Себя Как Каких-то Гуру Они Просто Придумали Два Лозунга Один из которых ДФТБА Не забывай Не забывай Быть потрясающим А другой Борись С мировой Скукой Или С мировым Тошниловым Можно так перевести Очень простые Принципы Которые звучат В принципе Хвостливо И непонятно В отрыве От реальности Но которые На самом деле Отображают Психологию Поколения Игорь Которая Сейчас Является Основным В сфере Влияния Вот То есть Что происходило Дальше Что собственно Нертфайтеры Нашли В видеоблоге Во-первых Это развлечение Везде и всегда Развлечение Через игру Через общение Через вызов Вот эти вот С вызовов Это начиналось Поколение Игрик Оно очень любит Фан Любой фан А особенно Если из этого Фана еще можно Что-то полезное Получить Вот А что можно Было получить Полезно Это были Необходимые Знания О мире То есть Видеоблог Братьев Разросся В огромный Образовательный Проект Несколько Каналов Вот Это Например 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 Сейчас скажу Например Знаменитый Крэш-курс Который Рассказывает О мировой Истории Причем Видео Все укладываются В 12 минут Вот Этот самый Крэш-курс Используют В университетских Программах Момент Джон Грин У него День рождения В июле И Он В своем Тамблере Предложил Людям Дарить ему На день рождения Ламу Ну это просто Они сделали Такой простенький Сайт Где Можно купить Ламу То есть Ты покупаешь Ламу И там Новая Лама Появляется Такие все Одинаковые Белые Вот А деньги Он сказал Я потрачу На помощь Семьям С Недостатком Материальным Вообще Просто абстрактно Семьям Ну и что Происходило Прошло Наверное Ну месяц Он собирал И Получается Купили люди 135 тысяч Тысяч 900 Этих лам Вот Каждая Соответственно От нескольких Долларов До нескольких Тысяч Долларов В зависимости От того Какой Донейшн Человек Потратил То есть Вы представляете Какую сумму Человек Собрал Я не знаю Сейчас Вот В русской Медийной Сфере И в частности Среди русских Писателей Такого человека Который мог бы Вот таким образом Работать со своей Аудиторией Другой пример Значит Может быть Кто-то узнал Человека Здорово Это Билл Гейтс Это был проект Направленный На помощь Развивающимся Странам То есть Устроили они Совместно с Биллом Гейтсом Компанию Для сбора денег На воду В Эфиопию За 9 дней Было собрано Вот Более 100 тысяч долларов Это скрин Когда еще Компания Не закончилась То есть Если перевести На русский Я не помню Какой у нас сейчас Курс доллара На сегодня Но что-то около 50 рублей По-моему Вот То есть Вы можете себе Представить 5 5 миллионов Рублей За 9 дней Есть у нас Есть у нас Такой человек Пока нет Но я считаю Что он Может появиться А если И не конкретный Человек То Мы явно Видим процессы В обществе Которые Соответствуют Тому Что происходит В нерв Файтере И В США То есть Нечто подобное Происходит И у нас Но более Стихийно Неразразненно То есть Нерв Файтеры В переводе На современный Язык Это активисты Которые занимаются Полезной Деятельностью И образованием Плюс Гики Люди Очень сильно Чем-то Увлеченные Вот И Этот же Процесс В сообществе И вообще В принципе В мировом Сообществе То есть Например То что Касается Прикладной Урбанистики То что Касается Развития Разных Молодежных Сообществ Вот Все это Связано С деятельностью Поколения Игорь Вот вы Здесь Видите На слайде Примеры Организаций Которые Существуют В России Которые Занимаются Трансформацией Городского Пространства Благотворительностью Образованием То есть И при этом Фаном То есть Всеми ценностями Поколения Игорь Вот Собственно Поколения Игорь В этом плане Немножко Опасаются То есть Независимые Городские Активисты Они всегда Вызывают Подозрения Чаще Всего Они бывают Независимы От Государства И Смотрят На них Достаточно Косо Для старшего Поколения Это либо Такой Новый Комсомол От которого Конечно Очень хочется Откреститься Потому что Они помнят Советское Прошлое Либо Это Опасные Активисты Которые В силу Активные Жизненные Позиции Приравниваются К сумасшедшим Ну Понятно Какое У нас Общество Достаточно Закоснило То есть Человек Который Чем-то Недоволен Пытается Что-то Поменять Он Наверное Сошел С ума Потому что У него Ничего Не получится А он Только Навлечет Проблемы На свою Голову Вот Такое Отношение Вот Но На самом деле Желание Поколения Игрек Объединяться Это в какой-то мере Вечный конфликт Отцов И детей Вот Знаменитая Картина Васи Ложкина Вы наверное Ее видели Вот Она ходит Как мем По сети Пасмодернистское Общество То есть Общество Воспитанное В категориях Пасмодерна Это Ну Говорят Смерть автора Говорят Нельзя создать Ничего нового Поколению Остается Только ирония Бесконечная рефлексия По этому поводу То есть Мы живем В эпоху После постмодерна И как бы ни говорили Пасмодернисты Что постмодерн Все еще существует Он на самом деле Отходит Из-за чего Из-за того Что на смену Поколения Икс Приходит Поколение Игрек Вот И Конфликт Отцов и детей Выражается Вот как раз В том Что Постмодернисты Говорят Нет У вас Ничего не получится Ничего нового Создать нельзя А Дети Вот это Кстати Отношение К метамодернизму Если кто хочет Может погуглить Ничего нового Может быть Создать нельзя Но мы все равно Попробуем То есть Вот это вот Мы все равно Попробуем Это как раз Принцип Нертфотерии Это принцип Любой вообще Молодежной Организации Независимо Существующей И принцип Поколения Игрек В частности Вот Здесь У меня Был слайд Который я пропустила Так Сейчас Вот Совсем Недавно В Новосибирске Проходила конференция Уже третья TEDx Она называется Которая Собирает Людей Которые Занимаются Одной общей Целью Вот как раз Все связанное С изменением Реальности Вокруг себя То есть Здесь От городских Активистов До Людей Которые Занимаются Образовательными Проектами И вот Интересно Что говорила Вера Небольсина Гроссмейстер Как цель жизни Нового поколения Дикая Достижимая Измеримая Конкретная Адекватная Ясно С чего это складывается То есть Вы видите Посыл Дикий Эмоциональный Сильный Дикая цель А с другой стороны Она раскладывается На вполне Рациональные Компоненты То есть Вот это Сочетание Рациональности И эмоциональности Это признак Наиболее Хороших Наиболее Передовых Представителей Поколения И Вот Еще одна Цитата По поводу Того Что нет Умных Дядь Тоже Из TEDx Значит Мария Миркис Это Специалист По Игровому Моделированию Директор Школы Антропоники Программирования На своем Выступлении На этой Конференции Сказала Что Когда мы Занимаемся Образованием Мы Изучаем Каких-то Умных Дядь Которые Что-то Сделали И мы Всегда Вторые Все время Вторые Потому что Изучаем То Что Уже Изучено А Чтобы Стать Первым Нужно Действовать Там Где Не Было Умных Дядь Но Это Не Значит Что Мы Будем Отрицать Что Нам Яблоко На Нет Нет Ничего Нового А Мы Все Равно Попробуем Нет Ничего Нового Мы Все Равно Попробуем Вот И Собственно Вот Наш Список Недостатков Поколения Y Который Теперь Превращается В список Достоинств Клиповое Восприятие Информации Это В том Числе Многоканальность Восприятия То Во-первых Возможность Делать Несколько Дел Сразу Переключаться По Родам Деятельности А Еще Это Своего Рода Защита От Информационного Влияния То Есть Опять Ж В мире Информационной Войны Когда Ты Сильно Сосредотачиваешься На Какой Информации Она Тебе Интересна Она Начинает На Тебя Влиять Если Ты Умеешь Переключаться И Состоятельно Критически Смотреть На То Что Тебе Дают Это Помогает Странствовать В Выражение Очень Важно Для Поколения Игрек И Именно Это Именно Это Позволяет В дальнейшем Построить Общество Основанное На Других Принципах Не Просто На Наживе Не Просто На Деланной Самореализации Не Просто На Соответствии Каким-то Показателям А На Реальных Вещах Которых Человек Достигает Сам Синдром Недоучек Как Он Трансформируется В Творческую Смелость Вот Это Вот Все Уже Было До Нас Я Не Знаю Я Все Равно Попробую Вот Вот Это Вот Работает Нежелание Брать На Себя Ответственность Или Синдром Питера Пена В основном Эти упреки По поводу того Что Люди Не Желают Семью Заводить А С чем Это Связано Здравоохранение Улучшилось И Поэтому Возраст Подростковый Тоже Увеличился И Соответственно Увеличилась Продолжительность Жизни То есть Затянувшуюся Юность Люди На самом Деле Используют Очень Рационально Если Они Могут Завести Семью После 30 Лет То есть Здравоохранение Позволяет А почему Вы Этого Не Сделать То есть Вот Это Вот Период Наиболее Активной Деятельности Они Тратят Вполне Рационально Вот Следующее Неумение Общаться Неумение Приспосабливаться Коллективу Постоянные Поиски Работы Это Собственно Признаки В том числе Бывают И яркой Индивидуальности То есть Когда человек Не может Приспособиться Именно потому Что ему Поколение Х Выдвигает Более Устаревшие Требования Вот И наконец Эмоциональная Распущенность Эмоциональная Распущенность Это Негативный Момент Вполне Позитивного Явления То есть Люди Которые Не ориентированы На собственное Развитие Они могут Быть эмоционально Распущены Не контролировать Свои эмоции Люди Которые Стремятся К успеху А поколение Игре Безусловно Стремится К успеху Но не так Как думает Поколение Х Люди Которые Стремятся К успеху Воспитывают Свой эмоциональный Интеллект То есть Вот эта Раскачка Идет Им на пользу Если Нам нужно Выдавать Эмоциональную Реакцию На информацию Мы будем Ее выдавать Но выдавать Мы ее будем Соответствующим Образом То есть Улучшение Эмоционального Интеллекта Во-первых Увеличение Чувствительности Это позволяет Мозгу Легче и спонтаннее Реагировать На вызовы Общества А увеличение Силы воли Это опять же Желание Обособиться От информационных Потоков И иметь Своё собственное Мнение Свою внутреннюю Стиршню Которую Каждого И получается Что мы видим Что поколение У Если рассматривать Феномен Их Объединение Их положительные Качества Совсем не столь Безнадежно Как считают Поколение Отцов Поколение Икс И оно Себя Еще покажет И думаю Покажет Очень мощно Я закончила Здесь Цитаты Егора Летова Что маятник Качнется В правильную Сторону То есть Маятник Который Сейчас Находится На негативной Точке Качнется К позитиву И мы Увидим Результаты Их Деятельности Очень Очень Скоро Спасибо За внимание Если Есть вопросы Я могу На них ответить Да Здравствуйте Скажите пожалуйста Вот Очень здорово Апеллировать Иксом Игриком Понятно Что скоро Будет З Рано Или поздно Да Как Он Будет Выглядеть Как Будет Выглядеть Это Поколение И Вероятно Стоит Ожидать Проблемы Осов Детей Между И Скорее Всего И как Будет Выражаться Эта Проблема Поколение З Это Те Люди Которые Сейчас Подрастают То есть Это Люди Рожденные После 2003 Года Многие Из них Уже Подростки Кстати Вот В том Что я Описывала Поколение И Есть Частичные Признаки Поколения З В частности То Что Относится К ухудшению Коммуникативных Навыков И усиление Клипового Мышления То есть Восприятие Через Разбитый Поток Информации Это Вот Их Поколение З Вот Они Сейчас Еще Только Растут И мы Еще Не Знаем Как Мы С ними Будем Взаимодействовать Но На самом Деле Возможный Конфликт Будет Как Раз В Содержании Основной Идеи Поколения То есть Если Поколение Х Это Самореализация Через Капитал В основном Selfmade Man Бизнесмен И так Далее Если Поколение Y Это Вот Этот Духовный Рост Я делаю Дело Своей Жизни Вот То Поколение Z Оно Пока Пугает Нас Как раз Своей Безидейностью И Отсутствием Вектора Направленности Но Они На самом Деле Еще Очень Маленькие То есть Мы Увидим Примерно Через Три Года Первые Признаки Того Что Будет Делать Поколение Z Вот А пока Нам Нужно Заботиться О том Чтобы Не мешать Им Развиваться То есть Мы Должны Давать Им Все Возможности Для Развития Как Нам Давали Родители Вкладывали В нас Но При Этом Не Насаждать Им Свою Гегемонию Что Ты Должен Делать Дело Своей Жизни Лучше Оставить Их В покое И Тогда Само Собой Что Нибудь Интересно Все Получится Есть ли еще Вопросы Проблема Отцов И Она Стояла Всегда Остро Вот И Допустим Америка 60-е Годы Тем более 50-е Годы Там Уже Был Кюрак Потом Там Были Хиппи Потом Там Были Банки Ну Так Далее Так Далее Вот То есть Мы Сейчас Стоим Правда Перед Какой-то Определенной Проблемой С поколением Y Или Мы Сейчас Перед Ней Стоим Потому Что Она Закрывает Здесь Горизон Событий Как Вы Думаете Проблема Поколения Y Не Настолько Серьезна То есть Она Серьезна Для Определенной Категории Людей Например Для Работодателей Когда Человек Приходит Спрашивает Что Вы Можете Предложить Это Ну Непонятно Как С этим Взаимодействовать Потому Что У нас Общество Все Еще Сильные Иерархии Работодателя И тот Кого Нанимают Работник И начальник А поколение Y Это Поколение Которое Желает Быть Максимально Свободным И Независимым Почему Так Много Фрилансеров Непонятно Как С этим Взаимодействовать Ну И Все Этого Боятся То есть Проблема Основная Это Конечно Проблема Того Что У старшего Поколения Власть Есть А Новое Поколение Старается Их Уже Постепенно Сместить Со Своих Упроводящих Должностей И Эволюционным Путем И Революционным Путем Всяким Вот То есть Проблема Отцов И детей Она Традиционная Одни Хотят Сидеть Как Можно Дольше На Своих Позициях А Другие Хотят Развиваться Жить И Достигать Каких То Ну Она Всегда Была Она Всегда Будет Я Скорее Показываю Как Можно Взаимодействовать В Случае Вот Вот Сегодня Прямо Сейчас Есть Еще Вопрос Так Такой Вопрос У всех У нас есть Дедушки Бабушки Часто Они Посмотрят Телевизор И скажут Что Скоро Кризис И они Побегут За Влечками Вот Ну Получается Они Тоже Очень Не Умеют Анализировать Информацию Ну Как Я Это Понимаю И Верят В Какие Вещи Которых На Сам Деле Нет Вот Это Схожесть Наших Поколений Или Это Просто Из-за Возраста Тут Несколько Вещей Во-первых Конечно С возрастом Уменьшается Критичность То есть Она Возрастает Примерно После 30 К 40 Годам Биологически И Спадает После 60 70 Уже Критичность У человека Ну Английская К ребенку В этом отношении Дети Тоже Верят Рекламе Хотят Все Как В рекламе Вот Потом Еще Телевидение Сейчас Не Совсем Такое Тогда Телевидение Конечно Было Несколько Другим Институтом Во-первых Идеология Неплохо Продвигалась Во-вторых Ну Скажем Так Мне кажется Оно Было Более Полезным То есть Коммерческое Телевидение Как у нас Говорят Чиновники Что Мол Я Вообще Своим Детям Не даю Телевидор Смотреть А Зачем Собственно Тогда У нас Все Так То есть Такой Дурацкий Разрыв Получается Телевидение Очень сильно Влияет На старшее Поколение Еще и Потому Что Они Не умеют Странствовать В информационных Потоках То есть Люди Нашего Поколения Которые Тоже В основном Смотрят Телевизор И какие-нибудь Развлекательные Сайты Ими Ограничиваются В интернете Тоже На самом деле Очень хорошо Подвержены Влиянию Так же Как и Наши бабушки И дедушки Единственное Что у них Котичность Немножко Больше И они Могут Иронично Реагировать На какие-то Вещи А могут Нет Могут Так же Скочить И побежать Но не в Магазин За гречкой Например Не знаю Вот есть Такая Популярная Тема Хипстерская Которая В последний Год Появилась MyBottle И все Тратят На это Сумасшедшие Деньги Вот Это Просто Бутылочка Прозрачная С черной Крышечкой На ней Написано MyBottle Кривыми Глупами И девочки Просто Мы лучше Наших бабушек И дедушек Вот так Да В начале лекции Вы сказали Что при информационном взрыве Женщины Станы Сволевыми А мужчины Слишком эмоциональны Это Утрировано И как это Вообще Это конечно Утрировано И здесь Здесь связано Вообще С изменением Гендерной психологии Это вообще Тема Для отдельной лекции Но для себя Я вывела Я еще Просто не исследовала Этот вопрос Подробно Для себя Я вывела Что происходит Вот именно В психологии Так называемый Ну Я его назвала Эффект броненосца Вы Кто-то может быть Знает сказку Киплинга Про ежая черепаху Они хотели защищаться От ягуара И никак не могли Придумать как Потом Пришли к выводу Что у каждого Есть какие-то Позитивные признаки Там Ёж умеет Сворачиваться В клубок И ощетиниваться А черепаха Может прятать Голову и лапы В панцирь И это круто Давай значит Ёж говорит Я тоже научусь В панцирь прятаться Вот Черепаха говорит А я сворачиваться научусь А то мне неудобно Меня переворачивают И я не могу подняться Вот И они начали тренироваться 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 И превратились уже В совершенно третий вид В броненосце Вот И собственно Вот это вот Броненосное мышление Мы и наблюдаем Как реакцию На Массированный поток информации То есть Мужчины вынуждены Каждый день Эмоционально реагировать На поток информации Который на них льется Потому что Эмоциональная реакция Получается Занимаются эмоциональной раскачкой И развивают свой эмоциональный интеллект В сторону чувствительности А женщины Одновременно Которые и так чувствительны Ну по крайней мере Те из них Которые занимают Активную позицию Они понимают Что их излишне эмоциональная реакция На какие-то раздражители Может им повредить То есть Они попадут в интеллектуальный капкан И станут жертвами информационной войны Будут обманываться Побегут за гречкой Вот И они воспитывают Наоборот Силу воли Чтобы в этих Информационных потоках Дрифовать Вот так Но это Опять же Это моя гипотеза Есть ли еще вопросы? Информации много Надо перевалить Хватит На, сутки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ